Суета, сует, предновогодняя, в магазинах лимита иногородняя. Надо было все купить 29-го, что ж тяну я каждый год от до 30-го. Новый год, мандарин мне в рот! Друзья, так давайте выберем супермена из мандаринов. А поможет нам в этом эксперт потребительского рынка Станислав Черкасов. Станислав, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Интересно, вот из всего многообразия мандаринов, которые представлены у нас вот здесь, мы можем понять, откуда приехали к нам в Москву? Вы знаете, сложно понять, можно предположения сделать, потому что сегодня очень большое количество сортов и представленность товара широкая. Но я вижу, что вот веточки, когда появляются, скорее кто-то заботится о своих продажах. А кто заботится о своих продажах, я думаю, что товарищи, которые много производят. И по всему миру распространяют. И я думаю, что это товарищи из Китая. Правильно, правильно, угадали. Потому что, ну, это такая вот у них... Так, а вот тот сорт ближе к вам, самый первый, как думаете? Слушайте, ну, похоже на марокканский. Вот маленький, аккуратный. Вот это на марокканский. Я угадал? Нет, не угадал. Ну, мы откроем вам тайну, они тоже из Китая. Так, а вот этот сорт, да, Китай. Вот этот сорт на красной тарелочке. Слушайте, эти более-менее спелые, я думаю, что где-то в Испании, может быть. Хотя, хотя... Теплее. А может быть, Турция, что-то вот где-то так. Холодно. Нет, нет, еще ближе к нам. Еще ближе к нам Абхазия. Браво! Благодаря. Скажите, по каким признакам вообще можно определить, что мандарин спелый, хороший, качественный, по кожуре или как-то еще? Роман, ну, самое главное, вот мы представим себя обычным потребителем, да, никакими не суперэкспертами, приходим в магазин и смотрим. Самое главное, это чтобы не было излишних химикатов. Почему? Потому что вообще фрукт достаточно скоропольчущий продукт. И сезон у него небольшой. И, кстати говоря, абхазские мандарины, они идут в конце ноября и, в общем, в декабре. В декабре. Ну, вот перед Новым годом. Абсолютно. А срок жизни их, если вы свежий сорвете, ну, максимум месяц, для этого применяется химия. А какая химия, как понять, что она здесь есть, например? Да, у нас есть такая химия, как фунгицид. Вот смотрите, он как бы восковой такой, да? Ну, соответственно, конечно, здесь с химией достаточно серьезно поработали. Нам это не нужно. Это очень бьет по почкам очень сильно. Однако мы все любим, когда мандарин очень легко очищается, а не именно так, ведь чистится. Как вы думаете, он сладкий или нет? Вы знаете, я думаю, что сладкий. Ну, я надеюсь на это. Давайте попробуем подгон сладкий, да. Очень уж хочется такой аромат. Да, спасибо. А, кстати, можно как-то определить, какой сорт сладкий, но я вам хочу сказать, без косточек, да, но водянистый очень. Нархимозный, держит воду. Основная цель, которых химия преследует, это не только убить каких-то там, да, насекомых или, в общем-то, а самое главное, сохранить срок, задержать воду, чтобы он был свежим. Очень важно, я, кстати говоря, у вас здесь не вижу этого, вы хорошие мандарины, молодцы, прям подобрали. Бывает, что этиленом еще газом обрабатывают, это вообще, о, это вообще что-то такое. А белый налет. Иногда бывает, вот, знаете, ничего не представлено, все раскупили, осталось вот это. И думают, да ну, возьмем мы, вот лучше не брать. Хорошо, а как понять, какие из этих сортов самые сладкие? Не пробую. Ну, давайте посмотрим насыщенность, безусловно, если, допустим, сорта из Израиля идут, они очень светлые, ну, понятно, что почва, количество солнечных дней, это все влияет. Почему мы так любим абхазский мандарин? А сейчас, кстати, уловка продавцов на рынке, о том, что это абхазский, но он произведен в Китай, просто абхазский сорт завезен в Китай, и он там произведен. Вот это вот, я просто сразу для телезрителей вашего говорю, что такого не может быть, никакой абхазский сорт не приживется там. Давайте прямо сейчас абхазский мандарин-то и попробуем. А вы уверены, что это? Это абхазский, да, конечно. Да, написано было, по крайней мере. Было написано, что это абхазский. Хорошо. Чистится тоже хорошо. Ну, вы знаете, хороший, по-моему, мандарин, только, может быть, не совсем прям такой вот сладкий, насыщенно сладкий, все-таки. Вот этот химозный более сладкий. Нет, вот этот вкуснее. Не буду спорить с вами. Так. Люблю вашу программу, вас как ведущих, но не уверен, что это абхазский. Объясню баланс кислотности. Дело в том, что абхазские мандарины, они имеют свой баланс. Они не такие, это все-таки в кислинку очень уходит. Они и не сладкие, они вот средние. Они то, что мы называем вот этот вкус детства, там, и все-таки запах у них более ароматный. Но очень скоро порчащийся. Вот, кстати говоря, по поводу хранения, если это интересно. Да, это очень интересно. Мы купили, ни в коем случае не убираем в пакеты. То есть пусть дышит, да, разгиваем. Пусть дышит, то он портится сразу, мандарин. Очень важно, если вы хотите его чуть больше, чем месяц, сохранить, смажьте чуть-чуть маслом. Он у вас сохранится дольше, да. Вот мандарины с дерева, с листочками прямо, это вот как бы уже вроде навеивает на мысль, что они должны быть суперсвежие, правильно? Что как будто только что сорванные. Но на самом ли деле это так? Как вот по ним понять можно? Вы знаете, они еще зеленые вроде как. Даже листочки не испортились. Да, и вообще все очень здорово. Но опять мы видим с вами характерное вот это вот сияние, мы видим, что это обработано химией, это первое. Во-вторых, все уважающиеся производители, даже когда идет сбор мандаринов, очень интересный процесс, специальные ножницы, всегда это делается вручную. Почему? Потому что нельзя испортить дерево. Фермер, ну, вот так делать не будет.